всем привет сейчас я хочу рассказать вам про еще одну странную вещь которая происходит с программами от adobe речь пойдет про маркеры и про обменными между программами для работы с видео которые как бы разрабатываются в одной конторе и поэтому должны иметь общие места соприкосновения для таких данных как те же самые маркеры я конечно понимаю что сейчас найдутся люди которые скажут о какие маркеры кому не нужны кто их использует но лично мне кажутся они удобными я бы их использовал гораздо чаще если бы адоб умело правильно с ними обращаться например у меня есть композиция с какой-то короткой перебивкой где что-то вылетает а потом исчезает соответственно маркерами я помечаю те места где у нас есть прозрачность также помечаю место например где анимация закончилась и более-менее ничего не двигается и соответственно где в конце прозрачность тоже появляется и там уже нужно если кадр меняется какую-то подмену обеспечивать расставив эти маркеры композиции в after effect точно по кадрам я знаю что именно в этом месте все происходит правильно никаких накладок у меня не возникнет в примере потому что к маркерам можно на монтаже они прилипают снэпится поэтому там можно монтировать даже на глаз грубо говоря ничего не проверяя если в один раз все выставили правильно у вас все будет и дальше хорошо ну а экономить постоянно пару лишних секунд на монтаже без лишних проверок но это всегда хорошо соответственно после того как я все настроил меня все устраивает я соответственно ставлю композицию на рендер иду в настройки ставлю галочку чтобы все данные маркерах вот эти вот xmp metadata сохранились файл нажимаю рендер все это рендерится данные сохраняются и теперь по идее эту композицию на монтаже должен уже в примере вставлять и подкладывать под нее материал опираясь на эти маркеры задумка очень простая на словах звучит все достаточно логично и понятно после того как рендер закончился естественно идем в премьер сразу кидаем этот файл сюда и как мы видим никаких маркеров здесь нет соответственно ориентироваться невозможно нужно либо опять идти и самому эти маркеры расставлять но лишний работа опять же зачем нужно если один раз это уже было сделано с точностью до кадра но адоб почему-то решила что after effect и премьера совершенно две разные программы поэтому обмениваться они данными между собой не могут или все-таки могут как я вот знаю нет как видите в таком виде не могут могут по-другому я вам покажу как наверное адоб предполагала что мы будем это делать смотрите вот этот файл который я сейчас сделал я его опять импортирую в premiere вот он переношу на новую композицию увидите что здесь маркер есть кстати обращаю ваше внимание что маркер создалось маркер создало здесь очень много ненужных это маркеры из композиций такое ощущение что он собрал смысле маркеры композиции сверху всего их 3 штуки а маркер еще на слоях и такое ощущение что он все маркеры которые были и внутри при композе собрал все в одну кучу совершенно ненужное что само по себе, во-первых, уже плохо. Вот я выделяю Ctrl-C, скопировалось, и в Premiere вставляю. Видите, все маркеры переместились сюда. То есть по какой-то странной причине маркеры, которые сохраняются в файл After Effects, видятся только After Effects. Если же мы из After Effects этот файл копируем в Premiere, то они вставляются. Но из файла маркеры почему-то... То есть как это все работает? Они даже не пробовали, что ли? Маркеры же создавать, но это вполне очевидная вещь. Как раз любой человек, который полгода в After Effects поработал, уже смотрит на них и думает, как их можно использовать. Но вот разработчики вообще с башкой не дружат. Причем самой странной здесь даже нет. Вот смотрите, я удалил этот файл, снова его импортирую сюда, перетаскиваю на дорожку, и вы видите, он уже с маркерами. Если я пойду в Premiere, в смысле в After Effects вернусь, вот я тут подредактировал маркеры, я его тоже копирую, иду в Premiere назад, вставляю. То есть маркеры опять же вставляются не те, которые в After Effects, а каким-то образом он теперь начинает их считывать. Даже при обычном импорте без вставки. И еще одно последнее уже по-настоящему наблюдение на сегодня. Вот смотрите, в настройках After Effects у меня тоже вот эти вот данные при импорте файл не должны записываться и не должны его менять так же, как и в Premiere. Я вам об этом не раз уже рассказывал. Я сделал еще один короче рендер, добавил вот маркер, все то же самое, снова затащил это в Premiere, маркеры появились везде после того, как я скопировал и вставил. Но самое интересное вот что, я просчитал чек сумму этого файла до того, как сделать копию из After Effects. Теперь если я его проверю, то мы увидим, что они не сходятся. Я не знаю в какой момент, в момент вставки каким-то образом данные пересортировались, что ли, или изменились формат. И теперь вот тот файл подсказки, который я делал из After Effects, он не сходится с тем, что... Короче, вы поняли, произошло в какой-то момент изменение файла, он подменился. Если для вас это важно, то имейте в виду, но зато теперь этот файл всегда вставляется с маркерами. Остается только задать вопрос Adobe, а почему нельзя было сделать это сразу из After Effects? Здесь, я думаю, что важна как бы работа двоих. Ну, тут и невооруженным взглядом я вижу, что файл стал длиннее, так что скорее пример туда что-то дописал. Ну, собственно говоря, на этом все. Я не знаю, зачем особо записывал это видео, просто такой небольшой эксперимент, потому что мне всегда хотелось с композицией After Effects в Premiere получать маркеры, но какая-то все время с этой моноте не происходило. Если у вас есть, например, какое-нибудь точное стопроцентное решение, вы знаете, что сейчас происходило, ну, пожалуйста, напишите в комментариях. На этом у меня все, спасибо за внимание. Увидимся в нормальных уроках. Пока!